Автомобиль будет работать в карьере. Старый Урал бы он бы уже... По кабине вообще сейчас нареканий нет. Терхер же никто не даст купить, если, скажем, хотим свои машины мыть, да? Против скользящим покрытием, типа квинтет алюминиевым. Причем, я смотрю, вы листы свариваете, да? Вы их не просто в стык сложите. Компрессор кондиционера. То есть эта кабина идет и на Газели Next, и на Газоне Next, и на Урале Next. Next гораздо больше берут, нежели другие модификации Уралов. То есть автомобиль-фургон по бескаркасной технологии изготовлен. Основная задача вообще автомобиля – это замена масел, да, дозаправка масел. Всем привет! Как обещали. Приветствую. Я – оранжевая машина. Да-да-да. Сейчас, Иван, я догадываюсь уже приблизительно, для чего такой козырек нужен. Но Иван сейчас расскажет более подробно. Для летнего загара на солнце, да? Шутки в сторону. Этот автомобиль предназначен для одного из карьеров – подразделения «Алроса». Автомобиль будет работать в карьере, как я уже сказал. А сверху такая вот интересная установка – это смонтирован каркас, так сказать, безопасности от падающих камней и каких-то предметов в карьере. Но это требование самой «Алросы». И, по сути, конструктив, эскиз – это тоже все их конструкция. То есть, может быть, у них уже используются такие машины. Ну, скорее всего, да, у них опыт уже есть подобный. Да-да-да. То есть, они с конструкторами проработали такой вариант. Но у машины, судя по наличию пистолетов в заправочных маслостанциях. То есть, автомобиль-фургон по бескаркасной технологии изготовлен. Основная задача вообще автомобиля – это замена масел, да, дозаправка масел. Небольшой ремонт автомобилей, да, в полевых условиях, то есть, условия карьера. Вот. Ну и небольшое такое техническое обслуживание, да, на местах. Вот. По левому борту – это вот отсек, получается, для пистолетов. Отсек подсвечивается. Вот тут отдельно все включается, да, диодное освещение. Тут разводка от автономки подвинена. Диподуют, да? Да, да, да. И основное, что мы катушки разместили не внутри самой ниши, а катушки находятся в тепле внутри фургона, да. Соответственно, масло не замерзает в них, и с этим проблем нет никаких. Это каплеуловители. Здесь сейчас дальше посмотрим по фургону. Установлены насосы электрические. Нахвалил в предыдущих роликах оцинкованный подрамник, а тут он крашеный. Здесь вообще была как тендерная позиция, да, по работе. И здесь были конкретно прописаны уже по надрамнику, то есть требования какие-то. А, то есть крашеный подрамник. Да, здесь вообще много таких нюансов, которые мы были скованы. Кто поставлял технику тендерную, те знают, что там, если что-то прописано, даже иногда бывает абсурд прописан, надо этот абсурд выполнять, иначе условия тендера будут считаться невыполненными. Поставщик имеет юридическое право не рассчитываться. То есть мы могли здесь, по сути, сделать оцинковку, но, так сказать, здесь у нас были. Уже руки связаны, да. По правому борту, получается, видим внешний ввод для дополнительной запитки самого автомобиля. Также вот чуть левее дополнительный лючок для работы с автомобилем. То есть там дальше сварочный аппарат. Вот это, конечно. Да, 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 сварочный аппарат и там для насоса, для откачки. Он изнутри, соответственно. Да, он заблокирован, конечно. То есть получается он двухотсечный. Впереди отсек для перевозки людей, второй отсек технологический, там уже для работы самой команды, бригады. Кабина стандартная, то есть два места плюс водитель. Недавно снимал Урал, через три или четыре года, не помню, 230 тысяч километров пробега, надо отдать должное, кабина сохранилась в хорошем состоянии. То есть ржавчины нет. Они говорят же оцинкованная кабина. Да, но она реально оцинкованная. То есть действительно, через три-четыре года там вообще даже, ну, может быть где-то там болтики самые, чуть-чуть. То есть старый Урал бы он бы уже... По кабине вообще сейчас нареканий нет абсолютно. Люди вообще радуются, кто берет Next и... Слушай, а на крышу мы не заберемся, да? Ну, если только сильно захотеть, конечно. Просто ты пошутил про загорать. Если нарушать технику безопасности, что не стоит, но залезть, конечно, можно. О, так тут еще тепло, так что беги быстрее, быстрее тигрец. Да, вот, кстати, сэндвич. То есть машина уже больше нескольких часов стоит на улице и все еще здесь тепло. Камера не передает температуру, но тут действительно тепло. Да, вот здесь такая своеобразная компоновка получается внутри фургона. То есть снаружи это блокированный металл, внутри пластик. Перевозка здесь трех человек дополнительно, также стандартный столик. Ну, и здесь требования у них было, это установка умывальника с подогревом. То есть минимально как-то руки помыть, да, то есть все скомпоновано. Это стандартный же, да, подогрев? Да, это стандартная позиция, да. Здесь подрамный генератор стоит от дома, ЕГЭ, 202.9. Ух ты, как, в канистру даже слив, не на улицу, что ли? Канистра даже на резиночке. Чтоб никуда не убежало. Чтоб не убежало никуда. Бак с теном, все просто. Конечно, это очень бюджетный, реально. Слушай, зато это и, как сказать, просто надежно. Просто надежно. Ну и слив, конечно, лучше будет, если, не знаю, в карьере работают, тем более, просто руки мыть, можно слив и вниз сделать. Может, нельзя там, может, хотя... Экологи. Хотя, да, это крупная организация, следят за экологией. Там же, да, только волю, да, экологов, сразу оштрафую. Потом доказывают, что там за жидкость у тебя на полу. Сейчас, так сказать, да, постоянно. То есть, просят, чтобы все жидкости, они оставались здесь. Либо они в канистры сливаются, либо в бочки какие-то. Вот. Здесь лестница трап, не низкий вход. Тоже это требование заказчика, что им необходим именно трап. Конечно, здесь есть некоторые минусы в плане того, что эксплуатация, чтобы залезть туда вовнутрь, да, и начать движение, кому-то из пассажиров, либо водителю придется выйти и закатить, так сказать, лестницу. Ну, либо... Ну, то есть, был вариант сделать обниженный вход? Да, да, то есть, тут, грубо говоря, делается обниженный вход, сдвигается бак вбок, да, и делается обниженный вход. Это, как бы, гораздо удобней, нежели такой вот вариант. Слушай, а бачок с мочевиной с той стороны, да? Да, это у Камазов по правой стороне, у Уралов с левой стороны. Сегодня читал комментарии по поводу Евро-5, что есть вариант, ну, японцы еще делают через EGR, Евро-5. А, это вообще мочевина, да, нет когда? Да, когда нет мочевины. Но вот подписчик мысль такую написал, в принципе, она разумная, что на самом деле, все-таки, вроде, с мочевиной это вариант лучше, потому что, когда идет EGR, часть выхлопных газов идет обратно во впускной коллектор. Да, на горание, да. Да, попадает в цилиндры, и самое худшее, что образуется серная кислота, которая разрушает и стенки цилиндров, и в конечном итоге она попадает же на масло, потому что на стенках масло остается. Вот, то есть, вот напишите, что по этому поводу думаете. Все-таки Евро-5 лучше с мочевиной или лучшая вариантка до EGR? Про то, что лучше совсем без Евро-5 не пишите. Так, здесь у нас, получается, основной вход, технологический отсек. Также лестница, трап и задний портал, получается, двухдверный. Стоп, лапки выровнялись. Да, 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 этот, чтобы более удобно на грунте становиться. А чтоб землю не проваривалась, мягкую, да? Да, здесь у нас, получается, задний портал, как на изотермический, ну, для удобства работы, для простоты, чтобы можно было больше открывать фургон. Фиксатор я смотрю здесь, да? Да, то есть, отдельно фиксатор, он может спокойно зафиксироваться. Ну, это обусловлено, то есть, в ветреную погоду. Да, чтоб не привило никого. Все, то есть, он никуда уже не денется. Слушай, ну, и второй открывай, чтоб светлее было. А у нас же там масса включена, поэтому сейчас даже свет есть. Слушай, ну, тут тоже тепло, я думаю, не стоит открывать вторую створку пока. Ты замерзнуть уже успел? Да, нет, пока нет. Ну, давай свет включай там. Слушай, ну, тут хорошо прям. Да. Слушай, ну, она уже часа три здесь на улице стоит. На улице сколько сегодня у нас? 11, я к тебе ехал, минус 11. Минус 11. Ну, три часа, тут тепло как бы. Ну, это плюсы изотерма. Так, что открываем? Нормально видно? Да, нормально, светло. Так, ну, вот основной, получается, отсек технологический, да, для работы со всем оборудованием. Здесь реализовано, то есть, основной, это вообще маслостанция, как бы, да, у этого автомобиля задача для замены жидкостей. А у клиента, как он сказал в тех задании, поставляются все жидкости в бочках. Соответственно, запитка, точнее, закачка из бочек идет через насосы НМШ. Такие всем известные, да, обычные насосы. Насосы сами запитываются от генератора ИГР, который под рамой находится. Кран-балка интересная. Да, кран-балка, да, крепится крыша фургона. Ну, сейчас все-таки давайте откроем. Слушай, а как у тебя, как у тебя, как у вас, как у вас реализовано, ведь там, наверное, какие-то силовые закладные? Да, 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 то есть, везде стоят силовые закладные, там и поперечины, чтобы уже можно было крепить, потому что здесь сама, по-моему, балка на 500 килограмм, но она, в любом случае, с запасом делает. Да, 500 килограмм, да. Будет видно вам, нет? Да, да, то есть тут еще сам подвес. Сейчас, кстати, открою ворота, в принципе, чего. Интересно стоит, я так понимаю, датчик на сработку на пожар. Пока тебя не было, показал тут вот датчик, получается, пожар. Да, он сейчас пока, ну, это как бы он сейчас в холостом варианте, вообще не работает. Когда на место приедет, чека выдергивается, датчик начинает работать. Понятно. И вот эта штука, я так понимаю, взрывает. Ну, не взрывает, там под давлением, да, воздух под давлением. Система Эпатас, порошок, или буран, да, порошковый, получается, огнетушитель, он при повышении температуры автоматически, да, буран, он схлапывается, и здесь все, так сказать, в случае. Ну, это, опять же, требование, да, на месте, что необходима система. Тут помимо фургоне, также стоит еще под капотом система пожаротушения. Ну, а, кстати, классно работает, я снимал, они, ребята, приезжали к нам, я снимал видео. А, представители этой организации? Да, прям поджигали пламя на улице, и на улице поджигали, и под капотом поджигали, тушили, здорово. И, причем, и капотный Урал, и бескапотный тоже поджигали. Да, прям баночки с бензином ставили, поджигали, автоматически срабатывало и тушило. Сказать, мало бензина было просто. Не, эффективная штука, действительно. Не, не, я не спорю, но тут, как бы, люди, у них прям требования безопасности такие жесткие. То есть мы видели, как в нише под масло, да, под масло-раздаточные пистолеты, там стояли огнетушители. И здесь в самом фургоне огнетушитель, то есть везде тут, так сказать. Ну, вот сама кран-балка, то есть она вот легко выдвигается, и за корпус фургона, получается, выдвигается, там, на метр или полтора, получается. Ну, то есть можно бочку взять оттуда, поднять ее, соответственно, здесь, скорее всего, лебедочка где-то есть, да? Лебедочка, она либо в ящике, да, находится. То есть лебедка подвешивается, да, и здесь еще есть крепление, как лыжемент для подъема бочек. То есть, соответственно, чтобы бочку цеплять, и здесь ее на место уже транспортировать. Ну, и, собственно, здесь ее просто в бок надо отклонить. Да, да, здесь уже стоят лыжементы, то есть ставишь бочки в разные сорта и подключаешь уже определенные посты. А здесь какие-то ремни должны быть, да, которые выдерживают? Да, здесь стяжной ремень будет, чтобы просто бочка не улетела, и все. Все, как бы, элементы, влажементы жестко закреплены, вот, и здесь уже идет запитка. То есть идет магистраль, и магистраль уже через катушки, через катушечную группу уходит вниз, в нишу. Получается, включаются насосы? Ну, понятно, просто он опускается. Да, вот оно получается. Слушай, вы даже испытывали? Ну, конечно. Масло капает, я тут вам... Автомобиль, такие, особенно, когда более-менее сложные автомобили, они все испытываются, все агрегаты. То есть как работать, потому что все равно могут быть какие-то проблемы, даже как не монтируй, да, качественно еще старайся, все равно могут быть какие-то там факторы человеческие, либо фитинги, все равно могут соплевить. Ну, единственное, конечно, на насосах, вот, предыдущая маслостанция мне у вас понравилась, здесь стояли эти, да, воздушные. Воздушные, да, пневматические насосы. Воздушные, да. Ну, здесь российские насосы, Винамша, ну, кстати, они, по-моему, белорусские раньше даже некоторые были. А, вот они, сделаны в Беларуси. То есть, да, здесь такой, более такой бюджетный вариант, да. Те же пневматические, они меньше, как бы, ломаются, да, у них меньше. Более надежные. Более надежные, да. Ну, я тоже это слышал от ребят, что пневматика понадежнее. Ну, там, конечно, подороже чуть-чуть. Ну, да. Ну, как бы все равно, если в рамках машины смотреть по стоимости, это, ну, не сильно влияет. Тем более, если ты занимаешься обслуживанием крупной какой-то техники. Ну, а вот это по консистентную смазку, я смотрю, он все-таки пневматический. Да, да, да. Здесь отдельно, получается, еще стоит, то есть, вообще тут две консистентные смазки. Это вот S322 автономная установка, электрическая. Да, мы в прошлых видео тут смотрели. Да, да, да. Слава с тобой искали. В принципе, они стандартные. Немецкий насос. Вот. Бочковой. Вот. Он отдельно запитывается от компрессора. Вот здесь рядом есть компрессор на 650 литров. Помню. Воздух он выдает. Да, 650. Производительность. Вот. То есть, скорее всего, тут два вида смазки, да. И поэтому два вида насоса просили. Но это требование заказчика. Тоже, как бы, с ними беседовали. Можно было вывести пистолет тоже вот снаружи, то есть, в одну катушечную группу под смазку. Но вот у них такое требование. Я предполагаю, что они будут что-то сюда загружать. Может быть, какие-то узлы, агрегаты. И здесь уже, так сказать, дозаправлять внутри фургона. Потому что здесь, как бы, и мастерская, и не большая. Что они здесь что-то внутри будут делать. Не, ну, может, нас с Солороса будут смотреть, так напишут в комментариях, для чего им до 2 консистентных масла. Слушай, а вот эта вот интересная штука, это что такое? Не топливный какой-то? Не-не, это не топливный насос. Это вообще для откачки отработанного масла. А, отработки. Да. Скорее всего, они отработают какую-то бочку, и бочку будут использовать под отработку. То есть, чтобы ее закачать. Вот. Также здесь дополнительно установлен сварочник. Тоже стандартный такой, самый надежный. ВД-306. Вот. Помимо сварочного, есть для пускозарядная установка. Вот. Для пуска аккумуляторов на технике. Вот. Сами видите, верстак. Кисы. Дополнительно, получается, установлен керхер для помывки техники. Только единственное, здесь, ну, бака для воды, как я ранее сказал, нет. Ну, есть шланг. Да. Но я предполагаю, что либо это какой-то у них есть источник на месте, то есть, к которому они будут подцеплять технику. Скорее всего, как предполагаю, что будет. Техника приезжает на место, там есть какой-то небольшой узел, где там есть внешний вод, вода может быть подведена, и уже здесь будет использоваться. То есть, насос подключается к керхеру, и керхером намывается. Либо они просто решили себе на базу керхер поставить. Да. Вот у меня тоже такая есть, была мысль, мужики на работу приезжают. Керхер же никто не даст купить, если, скажем, хотим свои машины мыть, да. А тут в составе машины заказали. Хорошая идея, да? Да, да, да. Ну, такой, кстати, часто встречается. Да, да. Давайте еще кто-то включим. Ну, давайте. Ну, это хороший вариант. Да, хороший вариант. Но когда пользуйтесь таким вариантом. Ну, не у всех, наверное, такие бывают. Да. Вот. Дополнительно тут для подогрева техники, да, я так полагаю. Установлена автономная тепловая пушка, да, дизельная. Порядка 50 киловатт вообще выдает. Ну, это для обогрева уже в зимние условия техники. Дополнительно здесь инструмент различный установлен. Мультипликатор, по-моему, есть. Сейчас можно посмотреть у нас. А, ну, вот ремни как раз стяжные для бочек. Да, это стяжные ремни для бочек. А, это, кстати, для гидравлических испытаний. Там два или три комплекта. Набор для измерения давления. Так, вот здесь сразу же набор головок ударных, насколько я помню, различного размера. Да, да, да. Слушай, а сам этот... Мультипликатор? Да, мультипликатор. Так, но он тоже должен быть в комплектации. Одна маслостанция у нас была там, мультипликатор стоил 600 тысяч. А ты что ищешь-то? Да, мультипликатор сам. Вот уже набор. Да, для накачки. Накачки. Вот продувка. Это продувочный пистолет, да. Это также вот набор гидравлический. Кстати, мне сказали, что пол в фургоне здесь для, так сказать, для простоты мойки и работы в нем. И чтоб не скользил. Да, противоскользящим покрытием, типа квинтет алюминиевым. Причем, я смотрю, вы листы свариваете, да? Вы их не просто в стык сложите. Не, а у нас, получается, здесь ванна получается. А, даже ванна? Надо показать это. Чтобы жидкость не могла проникнуть. Все, все, все. Потому что зима может проникнуть, потом это все разморозится, поднимется. На это обращают внимание продуктовые фургоны. Там тоже бывает делают алюминиевый пол. И там очень важно, чтобы не было никаких, скажем так, утечек. Вот он мультипликатор. Да, да, да. Вот он сам мультипликатор. Здоровая такая штука. Серьезная штука, да. Ну, это же для соответствующих уже агрегатов. Слушай, это наш какой-то, да? Или нет? Что-то по-русски написано. Ну, по крайней мере. Маркировку, кто увидел, напишите. Встречали такой мощный аппарат? Мощный такой гайковертик? Да, 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 такой. Для легковушки, да? Нет, на легковушке лучше ничего таким не крутить. Это ручной. Да, да, да. Ну, вот моменты, получается, какие он может. Ага. То есть... Триста на входе. Да, и выдает полторы тысячи. В пять раз, получается, усиливает крутящий момент. Стандартный здесь набор. Средства электробезопасности. Стержи заземления, контур заземления. Иван, тут одна кувалда. Слушай, ну тут один-то человек сбивает. Предыдущую модель смотрели, там машину, там было две кувалды. Да, сразу шансовый инструмент. Также здесь, вон, получается, розеточки для запитки оборудования. Оборудование, да, 380. Вот. Отдельно розетки уже, то есть до тех же, для того же оборудования, да, электрического, чтобы можно было здесь нормально работать за верстачком. Вот. И, по-моему, вот. Слушай, ну это включение освещения и вентилятор или для чего? Ну вот основное, это освещение слева, это внешнее освещение, чтобы можно было... На улице. Да, уличное, это при входе здесь освещается. Да. и вытяжной вентилятор. А, это вот этот включается, на крыше которого. Да. Здесь люк вентиляционный. Вот, соответственно, два окна, тоже решетка у нас. Слушай, а вот зацеп для бочки ты прошел. Да, да, да. Вот оно. Ну, стоимость не помнишь или не скажешь? Секрет. Слушай, не скажу это. Примерно хотя. Проект не мой, машина не моя. Я могу сейчас дополнительно уточнить и под видео скажешь, там, примерную стоимость, если кто будет запрашивать. Или напишем. Да, да, да. То есть, примерная стоимость только-то в автомобиле. Машины могут варьироваться по стоимости, соответственно, сами понимаете, что оборудование может быть просто максимально отличаться друг от друга. Слушай, а вот мы не показали. А, это печка, все правильно. То есть, первый отсек. Это посолка. Я уже забыл, что тут два отсека. Слушай, я так увлекся грузовым отсеком, где это оборудование. Да. А грузовой рабочий отсек, он отапливается планаром, то есть, который там восьмерка, на два отсека с разводкой идет. Ну вот. Next. Сразу здесь тахограф установлен по требованию, да, заказчик. То есть, кто-то тахографы ставит, кто-то нет. Ну, в основном сейчас, да, переговорка. Ну, это с кабины, где люди находятся, да, едут, чтобы... Это тоже есть требование, обязательно должна быть переговорка. Либо стекло, допустим, ну, просматривать, чтобы водитель мог посмотреть, в каком состоянии находятся там товарищи. Проблесковый маяк оранжевого цвета на крыше. Вот. Ну, и под капотом система пожаротушения. Куда дели аккумулятор? Иван вспомнил, что термокейс еще специальный, значит, на аккумуляторах решил показать. Вот оно. Ага. Да, ну, это как бы для северных условий такая комплектация. Ну, то есть, сумочка, грубо говоря, да? Да, сумочка с подогревом. А, она с подогревом еще? Да, да, да. А, то есть, она сама по себе имеет эти... Элементы, да. Элементы подогреваются. Да, и они уж подогреваются. Ну, это хорошо. Вот, и сама кабина получается дополнительно. То есть, помимо того, что сам, в принципе, Урал Next, ну, довольно таки не холодная кабина у него, да? Потому что уже более зазоры там маленькие, да? Теплопотери ниже. И дополнительно пенофолом, то есть, утеплена кабина. И кондиционер, ты сказал. Да? Да, и помимо, получается, как можно штатно заказать, ну, комплектацию с кондиционером, это более долго ждать, поэтому завод Урал выпускает там, в основном, одну модификацию. Мы дополнительно здесь установили... Уже самостоятельно? Самостоятельно, да. Установили кондиционер, систему пожаротушения, вот здесь дополнительный допинг. Два. Прикольно, да? Вот этой штучки, в принципе, достаточно, чтобы потушить две. Посмотри, там есть. А, ну да, 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 две. Да, их там две, получается, они срабатывают уже. Ну, я тоже видео в интервете смотрел, когда прорабатывали такой вариант. Довольно-таки эффективно тушит все это дело. Ну, вот он кондиционер. Ну, этот, компрессор кондиционера. Ну, да. Слушай, вы и ставили, получается, тут так это все штатные, все механизмы используются, да? А он же предусматривает модификацию такую. То есть, просто завод ее дольше будет делать, да, и мы будем дольше ждать такой вариант. Ну, то есть, не колхоз, не самоделка вообще-то. Нет, нет, нет. Получается, значит, тот же ремень, да, ну, вернее, с того же места, который генератор запитывает. Да, место предусмотрено. Да, просто ремень, по всей видимости, другой стоит. Ну, конечно. Ну, и ролики дополнительные добавились. Длина необходима больше. Вот. А кому интересно, как работает система пожаротушения, у меня на канале есть это видео. Слушай, ну смотри, все-таки эта, кабина изначально была белая. Кабина была белая, да. Да, хоть вы ее на заводе и заказывали, получается, что это, завод ее потом перекрасил уже в оранжевый цвет. Да, да, да. Первые комментарии по ОНЕКСТу по кабине были такие. Зачем сделали такой наклон кабины? Это же Урал, это же не скоростная машина. Вот. Многие не понимают, что эта кабина универсальная. Это унификация, потому что, да. То есть, эта кабина идет и на газели NEXT, и на газоне NEXT, и на Урале NEXT. То есть, вот эта часть кабины, она везде одинаковая. Соответственно, ну, производителю это проще, дешевле. Кабина-то все равно достойная. Да, чем под каждый автомобиль. Кабина лучше стала. Закрывается просто. Надо отдать должное, стало лучше. Передняя часть, да, это оперение. Ну и визуально, конечно, у каждого вкуса свои, но визуально все равно смотрится гораздо интереснее. Ну, вообще, достойно, так сказать, по виду. Ну и в процентном соотношении сейчас NEXT гораздо больше берут, нежели другие модификации Уралов. То есть, тот же безкапотный, либо капотный, но в железной кабине. Слушай, а сегодня тоже писали, ребята, а не было, не знаешь, никто не ставил в NEXT движок старый V-образный? Не влазит на туда? Тут же рядник везде идет. Ну, он же выше, по-моему, да? Я не знаю. Ну, то есть, у тебя не было в практике, да? Нет, нет, нет такого. Единственная всегда просьба у клиентов, это, блин, уберите, пожалуйста, мочевину, да, сделайте его, обнулите, там. Как бы смысл в чем, что после этого завод уже, если что-то случится, он скажет, ребят, извините, вы не внишались в конструкцию, но многие на северах это сами все делают, то есть берут на себя эту всю функцию и обслуживают, и отключают мочевину. Ты опять без рукавичек? Ну, пока еще минус 11, я сам сказал. В общем, давайте, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, вопросы. Машин вокруг много, цех достраивается, скоро на следующий год производство увидим. Вам спасибо большое. Давайте. Спасибо. И заказывайте на заводе гирспидтехники машины. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.